Приветствую вас всех на канале Вкус Жизни. Сегодня я покажу вам нашу прогулку по городу Корфу на острове одноименно. И хочу напомнить также, что мы прилетели на Корфу. И здесь находится один из самых опасных аэродромов. Здесь самая короткая в Европе взлетная посадочная полоса, которая была проложена по насыпи в море. И при посадке самолет некоторое время летит очень-очень низко над водой, почти на уровне домов. И создаётся такое впечатление, что самолет вот-вот сядет прямо в море. В аэропорту нас уже встречали. Нас было 4 человека. И на большом такси мы поехали... Куда бы вы думали? Нет, не в гостиницу. Мы поехали на морской порт города Корфу. Потому что у нас там был корабль, который нас ждал. У нас был заказан круиз. И этот круиз начинался с острова Корфу. Корабль этот называется Морелла Дискавери 2. Вот он уже показался. Видите, вдали такой белосиний. Я сделаю отдельное видео. Покажу вам этот корабль и снаружи, и снутри. У нас был заказан круиз, который включал в себя по Средиземному морю в несколько стран. Затем Атлантика. Пять дней через Атлантический океан. И затем ещё пять дней на Карибах, Карибских островах. Но об этом потом я вам всё покажу и расскажу. В общем, мы приехали к нашему кораблю, зарегистрировались, получили карту корабля, что мы являемся пассажирами. И затем уже взяли такси и поехали смотреть Корфу. И на то, что наш корабль отходил из порта Корфу в 11 часов вечера, а мы прилетели в 11 дня. Поэтому у нас было уйма времени, чтобы успеть посмотреть этот прекрасный остров, этот прекрасный город, так как это был первый город в нашем круизе. Вы знаете, меня очень удивил город Корфу. Он был не похож на все остальные греческие острова. Я была в Афинах, в Савониках. И такое ощущение было, что мы находимся где-то в Венеции или в Италии. А затем уже из истории Корфу я узнала, что действительно 400 лет правили венецианцы этим островом. Здесь даже и англичане отметились. Это была их колония. И даже Наполеон завоевал Корфу. И во время французского правления была построена вот такая шикарная улица, которая называется Листон. В то время по ней могли прохаживаться только аристократы, имена которых были занесены в специальный список, лист. И вот мы прогулялись по этой улице, по шикарной, где на первых этажах кафешки, рестораны, различные магазинчики. Очень красивые такие старинные фонари. Здесь также много сувенирных магазинчиков. Я сделаю отдельное видео, покажу, какие сувениры я купила на Корфу. Порадовало также то, что возле новой крепости находится памятник русскому адмиралу Федору Ушакову, который освободил Корфу от французов. И даже два года был российский флаг на этом острове. Он также содействовал образованию на Инических островах первого греческого государства после падения Византийской империи. И поэтому вот в память об этом событии и стоит вот такой памятник. Еще при посадке нашего самолета на Корфу я заметила внизу два маленьких островка. Один весь зеленый такой в зелени, а другой белоснежный, и на нем находится какая-то церковь. И вот пирс ведет к этому крошечному островку, на котором находится такой же маленький монастырь. Имя этого монастыря – Святой Богородицы Лахерны. Дело в том, что это был раньше женский монастырь, сейчас он не действующий, потому что самолеты пролетают мимо, гул, шум такой. Все-таки монастырь должен быть уединенным местом. Вот там значит написано, что в 1685 году был построен вход вот такой вот снизу со стороны колокольни, небольшой двор внутри и вот такая вот маленькая церквушка. И там также находится сувенирная лавка, где можно купить различные сувениры. В летний период возле монастыря на пирсе стоят лодки, где можно за 2,50 в обе стороны доплыть до другого островка. Вот того зелененького. Этот островок называется Мышиный остров или по-гречески Понтиконисия. Он действительно такой кружечный, как мышка, и такой имеет белую дорожку, похожую на мышиный хвостик. И там, на этом островке находится церковь, которая называется Пантократор. В ней находятся старинные различные иконы, и больше ничего на этом островке нет. Существует несколько древнегреческих легенд, как образовался этот остров. По одной из легенд, бог Посейдон превратил корабль Одиссея в камень. Вот появился этот остров. А по другой легенде, что именно корабль Одиссея разбился об этот остров. И Одиссея по дороге в Итаку, когда возвращался с Саинской войны, задержался на Корфу. Меня еще заинтересовал храм. Видите, вот оранжевого цвета, окно такое, как солнышко. Я вам расскажу, что же это за храм. И в следующем видео также расскажу вам, почему прогуливаясь по узким улочкам Корфу, я постоянно поднимала голову вверх и смотрела на башню с Часани. Спасибо вам за просмотр. До следующего моего видео. До следующего продолжения нашей прогулки по Корфу. Пока-пока.